сегодня у нас 9 ноября 2016 года он возвращается у нас из потеряевки брат никита колесников меня пока он виден он идет с сумками вот и началась тут встречает тоже его переключает видеоаппарат и переключил следующую картинку вот он к воротам подходит комментируй вот уже по ограде идет подходит нашей двери так положил сумки пойдет в туалет придется подождать то что такое еще чтобы не мешал амиги давайте-то сюда ох и счастье это такая пусть раз скребет думаю самая заперли там плохо было он еще это не знает сейчас я вот тут расспрошу как он и что меняется вот вот на улице световая гамма изменится заходит скорей поворачивайся кто что-то знакомый на замошек сразу на замотина помнишь мир всему дому с миром принимаем россия украина дружба фронтшафт будем пить на брудершафт давай развивайся убирайся какие происшествия дорогой были нет нет никаких левого нормально тихо но слава хресту что-то я не понял тебя на ту журке это не погон или тут где нету нету это так показалось ну давай теперь придется нам молода потеснись тогда пока на край не вешай положи потом повешаешь так давай развивайся тебе валенки какие твои домашние валенки вот пара вот эти вот это уличные это мои уличные ну так и говори вот другие тут есть это и вот еще пара есть валенки смотри какие твои вот эти понимают они не маленькие попробуй у тебя ноги то чистые хорошие а до носки стираную меня все ну да по хороший размер еще еще больше размер есть все на этом выбирай сумки проще давай пока в прихожей я с тобой переговорю пускать тебя дальше или нет поставь пока здесь сначала дезинфекцию это карантинная зона я верю ты уехал благословился батюшки да че он тебе на прощание сказал как соскучишься приезжай как то так вот сказал да значит ты уехал со всеми в мире да значит ты у нас здесь не как оглашено не за счет тебя там потерявки не отлучали по церковному тебя все нормально так ты намерен здесь жить да ты наше правило все знаешь сверху простые правила никого чужих не приглашать и не разрешать приходить без совета с этим согласен согласен шторки должны быть закрыты тщательно ты знаешь как дверь никому не открывать тщательно не узнаешь что не так подойди скажи как ну я посмотрю никому не открывать простое но дальше ты встаешь хорошо 4 40 ты мне звонил каждое утро володя свидетель первая моя молитва каждый день о тебе первым подходишь и звонишь чтобы я не проспал но когда ты звонишь 440 я уже час верится полтора часа я уже тут сижу в интернете так ну и простой вопрос у тебя намерение какое где-то работать или как ты думаешь проводить зиму да если бы не эта работа с вашего разрешения возрасте даже не возвращался бы сюда бы то что там не из специализации задержать там я тебе посылал письмо что ты недели могу у романа поработать там получал да но это не захотел я написал ответ там и вновь между тут ждет человек просто уже я обещался прошлом году так бы я остался помог бы конечно ему так у тебя какая нужна здесь сейчас работа какая то есть до тебя тут ждут да вот поэтому тут я то ни при чем я тебе сказал ты можешь оставаться я когда выезжал сказал если игорь тебя наймет там очистка зерна или еще что то есть то ты можешь там остаться до весны но раз ты пришел теперь внутри наши правила ты знаешь когда мы стоим тут тщательно разуваться вот этот половичок это улица ногу вытащил оттуда переставляю на чистая когда обуваешься тоже на грязной чистой ногой не становиться когда это не понимает люди наступает а я то хожу здесь босиком я эту грязь на с собой постели в постели к лицу то есть два перекладных и выходит и мясо и подошвы просто по лицу тут тоже вопрос понятен готовить когда володя готовит все время смотри и учись потому что володя топит храм тут надежья васильная топливо приносит во дворе убирает во дворе убирать придется как прошлом году когда это будет так некоторые такие детальки надо просто прояснить ты знаешь что у нас на все есть правила в храме правила какие дисциплина для оглашенных правила какие есть приходят и в лагерь человек без правил это человек который все время спотыкается и все время где-то виновный будет он нарушает эти правила правила везде во всем мире правила церковные есть каноны на дорогах гаи проверяют с пристройки чтобы техника безопасности техника безопасности это одно из главных условий начать моя единственная коротенькая жизнь будет прервана где-то кирпич на голову свалился или дерево упало ты не заметил не поберегся за этим ты просто должен смотреть дальше тебе свидетельство разрешение на благовестие выдали выдали согласно этого ярового кроме того вы напишите все расписку я всех предупреждал тебя ты не знаешь это отдельно что нигде никаким образом не поминать куда мы здесь находимся как вот с мусульманами три слова табу наложено это аллах мухаммад каран три слова из нашего лексикона исчезает мы проповедники евангелия что нужно сказать мы сказали здесь патриархия там патриарх это не надо нигде кто-то будет провоцировать а как вы смотрите скажу вот храма открыто туда идти если ты этого не подписываешь бумагу такую при том-то согласие должен сделать проповедовать только евангелие христос святая библия там-то у нас по воскресеньям ходят это еще не всегда то этой справки вами выдадут то есть у кого он дал я их отниму там я не сказала здесь потому что мы несем ответственность вы не от общины это делаете и оговоримся что ты несешь ответственность только сам за себя община тебя не уполномачивала не ходить не благовествия ты все принял сам на себя потому что иначе они нас будут преследовать какой сейчас нынче чтобы хотели лагерь приписать общине к община 19 лет позже возникла ясно что в них это не получилось меня штрафовать может только на 5 тысяч а до этого было тысячи то есть они не работают паразитов-то тысячи как паразит это кровососущие насекомые которые само то я как пчела производит мед это понимаем как а что производит комар ничего нет шмель тоже ничего не производит нету этого нигде так есть люди вот роспотребнадзоре 110 тысяч человек которые ничего не производят и копейки не ущет ничему ничему только раздор раздор везде их ненавидят лютой ненавистью они хотят заставить бедных жить по нормам которые составил богатый дурной человек вот сколько которые землю приватизировать я пошел как то здесь специально тут такое которое землю чтобы земля была моя вот эта где есть приватизировать я должен был заплатить 60 тысяч и вот там есть я не видел нигде такое так как аэродром вот заходишь в это здание я насчитал где-то около 50 окошечек на первом этаже который отдельно все сидят пишут и друг другу гоняют почему деньги чтобы купить землю нужно только четыре человека хозяин продавец покупатель пришел и два свидетеля все а в москве 264 нужно кабинета пройти уже непонятно они никто не работает то есть страна паразитов одни воруют на машинах ездят а другие полиция гоняются за ними все ездят и никто ничего не производит увеличить количество людей там и там и там администрация по сравнению с раздутым аппаратом 18 миллионов коммунистов так они работали некоторые в три или четыре раза увеличилась я данный беру с интернета поэтому мы не можем так жить вот и лето был ты работал хорошо ли плохо это отдельная статья но работал так тебе где-то что-то платили потерявки конечно я должен сейчас тут же узнать должен я вам или нет для меня это очень важный вопрос моя пенсия 6523 рубля 15 копеек так ты за лето примерно сколько заработал так поездьба что у тебя в наличии вот сейчас допустим что-то ты можешь купить там одежу не надо покупать есть ну там по компьютеру может что-то ну да только пополнять интернет мне надо а картошка мы вырастили морковь я переправил лук да и правил но мы тут делимся уже себе-то оставляем и есть нуждающиеся даем отправляемся твою то еще тут не брали что ты заработал так примерно вот разделить и был там мы четыре места потерявки а ты 5 сколько у тебя получится то что у тебя заработал на месяц дели на пятерку как ты туда уехал и какой у тебя получился круглый заработок чистую потому что налоги ты не платил летом я ничего не заработал летом весной мы что-то с матушкой зарабатывали даже не помню так вот за лето я к чему подговариваю это мне не деньги нужно деньги отдать вам и поэтому я делю четыре месяца я вам вложу по тысячи и выходит за четыре месяца счеты по четыре тысячи тебе и володе и я кладу 5 потому что у меня 6000 одна остается мне тысячи я я спин сейчас как получу я вам сразу отдам за лето которые вы работали бесплатно там по пять тысяч ты не ропщешь за это не более то я думаю неплохо было как некую десятину эту деньги не брать и от моей рукой уже ты возьмешь вот сейчас декабрь проходит батюшка приходит я сразу даю десятину на год вперед иначе почему мы должны с вашей пенсии брать деньги-то мне непонятно ну потому что я-то получаю а вы не получаете вы даром работали вот почему я-то сейчас зарабатываю лично сейчас я говорю за лето когда не зарабатываю слушать на это для гу это для господа бесплатно для господа и сделайте деньгами распорядитесь но с меня это снять надо обязательно какие-то в прошлом году я вам заплатил по пять тысяч все и нынче я заплачу но пенсию получу только я уже отдам ну поиск это так что это конечно вы нам деньги дадите это ваш такой принцип как сказать ну да в принципе потому что я-то пенсионер все таки хоть маленькая но пенсия у вас ни рубля не было то хорошо ли это мне говорят как так они работали вы получаете пенсии никто не говорил я сам это для себя установил никто не говорил и раньше когда у меня работа люди были там работали ничего не было я платил за них пенсионный фонд открыли когда пойдут на пенсию чтобы их что-то было пенсионный фонд почему что-то где-то как-то мне подают люди мы же не государственная структура нам не платят нигде ничего нету и поэтому Вот последние годы у меня где-то процентов, наверное, 75 бесплатно ребятишек. Раньше было обычно 53-57 процентов. Бесплатно совершенно. Кормлю, пою, обуваю, одеваю, еще стараемся подарить, отвезу туда-сюда бесплатно. То есть это тоже оплачено должно быть кем-то или свое. Но у меня пенсия, и поэтому я так рассудил. По тысяче выходит, что я вам за два месяца отдаю. За два месяца пенсию я с вами рассчитался. Третьи, которые были там, кто работал-то, а они, кто-то где-то стипендию получал, вот как Катя. У этой мужа работает. У кого совершенно ничего не было, только вы двое у меня. И с вами я должен рассчитаться. И сопротивления не надо. Это твое дело. Ты тот же день можешь определить, куда хочешь. Так, здесь ты будешь в полном подчинении у Володи. Вот он тебе скажет, когда нужно где-то помогать, где-то что-то. Я уткнулся, я другими делами знаю. Но я наблюдаю все время. Я не смотрю, но вижу и знаю. Ты это знаешь? Еще больше. У тебя внутри нет протеста, что ты вот тут как раб какой-то, слуга или как там называют там. Нет. У тебя полная свобода. Ты, ну знаешь, ложишься во сколько хочешь. Встаем в одно время. Храм у нас тут 50 метров все-таки на одной территории находится. Ешь и пьешь до сыта? Да. Ну то есть, что не так, ты должен сказать. Но у нас определенное правило. Вот сегодня у нас занятие по скайпу. И мы участвуем в этом деле. Если тебе что-то не нравится, ты должен сказать. Я не хочу, чтобы тут слышно было целые полтора часа, у меня отнимают там это или как. Но тебя не было, я просто так говорю, чтобы этого не было. Ничего за пазухой не держать. А то меня тут по интернету прогоните этого упыря. Он затаился как змей. Он все равно ужалит вас. Он все равно убьет вас. Ну ты видел? Нет. А ты сразу ответил, что нет, я убивать не собираюсь. Зачем меня убивать? Я не генерал Лев Прохлин, меня убивать не надо. Я не немцов Борис. Против Путина ничего не имею. Против вас. Я стараюсь сделать такой ритм жизни, чтобы он легко шел, чтобы ты засыпал. Засыпал с улыбкой на лице, а не с тяжестью на сердце. Так. У тебя мед есть? У меня оставался здесь мед, когда я уезжал. Вот. Маленькие ложечки на ночь где-то. И поэтому денег если не было, где-то купить никак нельзя было. Но тут уже сейчас не купишь где-то как-то. Я вот привез на еще 4 банки, 2 я уже отправил тут нуждающиеся. Явно больные люди и прочее. Так, у меня, можно сказать, почти ничего нет. Но у меня мед всегда в заначке. Я на ночь всегда с тепленькой водичкой или как, ну там, чайных ложки, может, 2 немного. Так, у тебя какие замечания или пожелания? Что-то тебе было в прошлом году в тягость. Вот, не сходя с этого места, сейчас скажи, чтобы мы учли и сказали, да, мы согласны с тобой. Нет, все хорошо, Тихо, ничего я не скажу даже. Тут все годами вымерено, я ничего исправлять не буду. Хорошо, но вот если у нас будет еще один человек или даже два жить здесь. Вот и два, две нары, как говорится. Двое палати, как называется, лишь две шконки. Вот на одной будет здесь лежать, внизу мы разберем. Допустим, Андрей Кураев приедет у нас пожить года два. Я с него лишнюю стружку сниму здесь, тяжести, ему это будет на пользу. На вторую здесь в Италии, он все равно остался с хорошим мнением. Самое лучшее время, что я был здесь. Ну и может даже и третье будет. В данный момент нет, я просто знаю это. Тем более я сказал, который бывает вот пьет и не может избавиться. А ко мне переходи. Через две недели ты будешь свободен от этого. Вставать вместе, пить, есть и прочее. Ты не против, что тут у нас будут еще клиенты? Нет, не против. Ну нет, ну вот хорошее у тебя качество. Так, ну и коротко скажи, что ты приобрел духовное за лето? И какие у тебя самые большие огорчения были? И обязательно подчеркнуть, что ты против меня имеешь. Так, первое, что я приобрел за лето? Ну, Володя, когда уезжал, сказал, что тебе будет сначала трудно, как бы. А самому останешься, нас не будет, он может там враг искушать, уныние какое-то будет наступать такого рода. То есть, ну, надо быть готовым таким испытанием. Ну, я как-то с Божьей помощью, вашими молитвами, всеми, я это как-то первую неделю переборол. Там, первый день как-то особенно, как-то уехали, что-то совсем так-то было на душе. Так, ну, очень уныл. А потом, со временем, я как бы, я стал у Виктора дома, как хозяина. Как бы, я готовлю завтрак, я его кормлю, и тоже какая-то работа есть. Ну, я постоянно был при деле, поэтому время как-то летело быстро и весело. Я его кормлю в стране, он сам ел, ты ему не жевал пищу. Ну, да. Он не инвалид, но... То есть, это я приобрел, как бы, что... Так, пищу, там, что для... я сейчас вставку сделаю. Это Викторова пища была, там, это... ну, что, для еды? Где-то Виктор, где-то я, что матушке, заработал, петуха, например. Ну, я вместо денег петуха взял, скажем, петуха мы закололи. Продолжай дальше. Барана там тоже заработала часть. Это легче, конечно, жить все-таки с кем-то, чем одному. Когда один как-то... Когда живет с кем-то, то больше как-то дисциплинируешься, когда перед кем-то человеком. Даже когда ты один перед Богом, не так это, как ты когда с кем-то. Когда один что-то себе позволяешь, где-то разлениться немножко, где-то там что-то подольше, засидеться. А когда с кем-то как-то перед ним себя строже держишь. Потом, когда Виктор уезжал там на выходные, мне как-то труднее было. Я потом старался скорее с дома уйти, где-то там что-то, какую-то работу найти. У него овечки есть? Есть. Сколько? Шестой родился, когда я был у него. Угу. Ну, овечки это пять минут с утра, пять минут вечера. Это время ни сколько не занимает. Это даже не работа, можно сказать. Шарик у него? Шарик у него. Ну, дальше. Что еще приобрел? Да. Дом подготовил. Ну, как, насколько я... Дом приобрел. Приобрел. Хоть это не духовно, но это тоже относится к тому, как ты... Ты вообще-то доволен, что у тебя дом свой? Ну, доволен. Нет, может даже сейчас полностью даже не понимаю, насколько я доволен. Даже насколько я должен быть обязан этому всему. Ну, доволен, конечно же. Ну, да. Там дальше сестер пригласить, там помоют, летом все это сами там делаете, что-то заклеите. Дом-то стоит на мощнейшем фундаменте. Огромный подвал. Ты ничем не воспользовался. Да и пока тебе не очень-то это и нужно. Ну, надо его обихаживать. Мы его маленько привели в порядок-то. Ну, дальше. Ну, приобрел, ну, как расположение вот таких вот старших братьев. Игорь Барабаш, батюшки. То есть, при них был, батюшка приехал в последние недели. Я всегда как бы с ними старался чем-то заниматься. Мне даже доверили техникой сначала некой управляться. Я это быстро освоил. То есть, говорится, говорили, от чего уныние? То, что плохо сделана работа. А когда работа хороша сделана, ну, настроение как бы хорошее. Эти основы пригласят. То есть, это с этим у меня все нормально было в последнюю неделю. Ну, я просто поясню его слова. Вот говорят, уныние, там, прилог, вступление. Святые объясняют как? Отвесняют правильно. Но пока их дослушаешь, ты уже уныл. Думаешь, когда же он кончит? У меня, я не теоретик, а практик. Практик. Ну, что такое практик? Я конкретно говорю. Вот говорят, в стране большая преступность. Опровергать никак нельзя. Криминальная страна. Криминальные города. Криминальная деревня. Пьяницы. В пьяном виде давят людей. Считаешь, страшно делается просто. Просто ужасно. И что делать? Я 17 лет после освобождения, имея опыт тюремного заключения, я работаю в тюрьме. Работаю, свидетельствую, иду по камерам, заношу. 17 лет. 17 лет. Бесплатно, без рубля. Вот, конкретно, я не говорю там какие-то слова важные, просто считаю Евангелие, рассказываю, как побеждать этой грех. Второе. Говорят, а вот детская там призорность в стране, 3,5 миллиона, как в гражданскую войну, даже больше. Это слова. Дальше то, что ни один не показывает. В частном порядке, я организатор, организую детский лагерь. Это надо место было сначала получить. Советское время. И мне 3 гектара помогли получить. Это вообще, не здесь неслыханно, в советское время. Дальше надо постройку. Надо детей где-то взять, собрать. Кто тебе их даст? Тем более, все на основе православной веры. А с коммунистами безбожники, сатанисты, по-другому не скажешь. Смотри, мастер Маргарита, увидишь, что это из них выходит. Ну и кормить. Среди там мышей, дождей, а нет ни одного помещения, то надо второй вот так. Наши шпингалет и крючок обязательно, кто бы не зашел. Но это я тебя тут по сторони себе не закрыл. Вот, теперь смотри по детскому лагерю. Я попутно хочу сказать. То, другое. Есть ли один детский лагерь, лично, человеком одним, сделанным, без помощи государства, чтобы 45 лет. Я могу уверенно сказать, такого лагеря нету. Ни здесь, ни за границей не было никогда. Я снова оказался один. Сколько раз против меня уголовное дело? Сразу три уголовных дела воздвигли. И ничего не прошло. Ни разу, нигде. Я все процессы выиграл. И подавал на них в суд. Особенно был памятный 1998 год. 15 комиссий государственных, краевых. До ФСБ дошло. Прокуратура едет, краевая. Это не игрушечная. Суды, пожарники, электрики. Ничего только не было. За два с половиной месяца. Это ужас один был. Двери не успели открывать. И все процессы выиграл. Значит, что делать? При бессвессорности начинают детьми заниматься. А вот народ безграмотный, невежественно называет Евангелие. Я занимаюсь в пяти университетах. Дальше я практик просто. И только в одном университете 17 лет вел занятия. По четыре часа каждую неделю. Без пропуска. Пять месяцев. Да уже больше. Еще я сказал пять. Начинаем мы в сентябре приезжали. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. В мае мы заканчиваем. Ну, восемь месяцев. Восемь. Восемь месяцев умножаю теперь на 17. То есть я вот преподаю в школах за этот период, в техникумах, во всех отделах милиции, во всех воинских частях, заводах, фабриках. Конкретный вклад. Я практик. Я просто тебе говорю. Теоретически можно все знать, а не уметь. А как уметь, если ты не делаешь? Ты попробовал еще на машине, там на тракторе. И все. Ну, просто продолжай дальше. Я тебе просто сказал, что значит быть практиком. Ну, и то, что ты приобрел, тебя это не тяготит? Нет. Ну, не хотелось бы основное оставлять. Хотелось бы как-то свой талант с детьми работать, хоть чуть-чуть развить. Никакого нет у меня вообще понятия, как с ними обходиться. Но это тоже, это мне как-то быстрее в меня входит. То есть техника, это все такое. Но хотелось бы с живыми людьми научиться общаться бы нормально. И заботиться о них. Вот этого у тебя нету, абсолютно нету. Я поел, махнул рукой, как ветер, как в сквознях пролетел, и крыша протекает. Вот у Володи сейчас там две балки, которые подгнившие, я сильно боюсь. Дом пока 13 лет стоял беспризорно, протекала вода, и балки подгнили на комнате. Глубоко или нет? Как теперь все заменить это дело? Дом-то сделан, ну, совершенно неправильно. Доски распиленные, бруски прибитые, и между ними глина с соломой, больше ничего нету. Ни в одном государственном учреждении такое не пойдет. А человек, не имея ничего, сделал так, думая, что он правильно сделал. Неправильно. Делаются доски, щиты, накладываются на бруски, и внизу набивается дранка, и дальше штукатурится. Так, сделано неправильно, и поэтому там есть опасность. И опасность эту нужно устранить. А у тебя нет, у тебя мощнейшие балки, все на виду, в плане сохранности, прочности, твой дом превосходит все дома в потерявке. Это я тебе, чтобы ты знал это дело. Но там требуется смотреть, там все сделано грубо. Почему? 90, наверное, процентов деревянных и других каменных работ делал я, а от меня не жди красоты. Медведь на пне играет музыку. Дальше. Приобрел, еще Роман приехал, человек тоже, украинец как бы. Малыш. Малыш Роман приехал. Тебе он понравился? Ну, очень интересный человек. Особенно там приехал с тобой, сколько набрал он там всего, там, он сам даже не знает, сколько он всего набрал, эти два фургона у него. А куда он поставил машину? Аккурат между Саманом и домом, который раньше Татьяна занимала. Ага. Там, где как раз деревья. Он так ехал-ехал, там остановился прямо и все. Ну, я там видеоролик записал. Прямо на улице стоит, вдоль улицы? Да. А-а-а. Не на самой дороге, а с краю, прям ближе к деревьям туда он приезжал. Ну, понятно, но на самой улице. Да. Там, где кольца лежат наши. Чуть дальше, дальше. Подальше маленько туда проехал. Он хочет снять эти контейнера, но для начала нужно ему убрать деревья оттуда. Понятно. И он сразу начался. Давно он же крещение принимал в этом году. Ну вот, видишь, еще что ты приобрел? Ну, думать не надо, раз нет, значит... Да, да. Нет, так... Чем больше всего ты недоволен и потерял, считаешь? Вот здесь я участвовал, все это зря и потерял только. Нет, ничего такого не скажу. То, что ты работал на Южном пруду, на Северном, ты везде работал. На втором мостике, в дороге, ты участвовал во всех работах. Да. Ты ничего не сожалеешь? И из-под палки делал? Нет, наоборот, это легче, чем в прошлом году. Вообще тяжело было, а в этом как-то проще, уже опыт есть. Мы рано успели, это уже не вошли под снег. Мы тогда замерзали, но делали. Снег падает, а мы продолжаем в воде возиться, ты там поливаешь, долгим. Ну, вот так. Так, твои пожелания какие-то? Хотел бы в прошлом году, вот было что-то, ну, в общем, ты это исполнял, деваться-то некуда. Обстоятельства заставляют тебя слушаться. Но, что бы ты хотел, чтобы было по-другому, помягче, полегче вот здесь жить? Это же целая зима все-таки. Какие предложения? Что для тебя самое тягостное было? Посуду мыть там или морковку тереть трудно было? Ну, прям такие, чтобы тягостного ничего нет. Ничего не было. Ну, к тому, что при дверях мы должны узнать, и сразу заранее скажем, можем выполнить, нет, не можем, значит, скажем, приготовься выполнять. И мы выполнить это не можем. У нас ничего нового не появилось-то, пока мне не было? Нет, ничего нет. Ну, а что новое может быть? Может быть, и новое, да мы не заметили. Примерно еще новое. Это мы разберем маленько тут. Вы хотели... Ну, вот я сейчас покажу. Вот у меня... Проходи, брат. Ну-ка, иди сюда. Смотри. Вот, где она там. Вон она лежит в гнездочке. Посмотри. Вылазь оттуда. Принеса. Она сильно балуется. Вот она где. Ну, большая? Да. Уже почти кошка настоящая. Это буска. Вот это у нас новое. Ну, остальное еще покажи. Все тут. Интернет-то знаешь. Все наши данные. Вы хотели показать. Это потом. Потом, да. Потом, так. Кошка вот эта вот. Они все привыкли залазить. Я их не выгоняю. Ну, что, приехал Никита Андреевич-то. Шабаш вам. Сейчас на чердак пойдете. На четвертый этаж. Не на третий, а на четвертый. Рыжая. Ты поняла? Смотри, как она лежит. Все. Вот так у нас будет. Мы-то привыкли. Я вот это раздеваюсь и сюда кладу. А сейчас говорю, ну, костюмчик мой, слазь. Никита нас в порядку призывает. А то я тут захватил две. Две, говорит, шконки. Двое палати. Ну, посмотри, еще тут. Еще все так же. Все. Еще мы никуда не делали. Так. У Надежды Васильевны могут быть перемены. Катя в Москве. Просится к ней. Я не разрешил ей. Но прошло время, она снова просится. И еще раз. Я с Надеждой Васильевной провел профилактику. Объявил в общине, чтобы молились. И дал добро, что Катя может приехать. Она желает быть членом. Она долго искала. Она бывшая у баптистов отделенных. Называется, евангельские христиане. Она у нас принимала крещение. Я искала евангельских православных христиан. И я их нашла. Она хакаска в прошлом году. Или в этом году закончила институт. Поехала в Москву. Там сестрой была. Так что, ну вот и все. Ты ее знаешь. Она хорошая. Не сквалыжная. Никакая молчаливая. И просто хорошая. Так что ее никак не обижать. Если где-то что-то нужно. Говорить, что ей надо. Где-то принести. Там пойти. Или встретить. Постарайся, чтобы ночью она нигде не была. Правило ты знаешь. Солнце касается горизонта. Ты должен ногой коснуться крыльца. Ночью не разрешаем. Но если где-то уже нужда кого-то встречать. Ну это исключительно. Тогда все мы молимся, пока идешь. Опасность. Это город. С этим согласен. Конечно, да. Ну, требований каких-то нам нету больше? Нет, никаких требований. Давайте помолимся. Мы помолимся. Минута-то у нас. Боже, милости, будь мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчастовец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых отец наших Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю небесный, утешителю души истины, иже везде сый, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прииди и вселись овны, и очистены от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и приснай, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святы, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и приснай, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже исти на небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам грехи наши, якожи мы оставляем должником нашим, и не вди на свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое и царство, сила и слава вовеки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, слава Тебе наш Бог Его, овощи, свят, свят, свят Господь самого, вся земля полна, слава Его, аллилуйя, слава Вышне Богу, на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя, благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал веру в Тебя, страх пред Тобою, и ожидание суда Божия, благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне святую Библию, и указал на толкование святых отцов, аллилуйя, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими, покрой мофором любви. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем, благодарю Тебя, добрый ангел, за эту ночь и день, столько лет Ты хранил душу мою, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего, аллилуйя. Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным, и каждому дару и жилье Гавриилу Сергею. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь словесных овец, моли Бога о нас, молите Бога о нас, святые пророки, пророк Илья, Елисея, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ноя, Иосиф, Патриархи, Ездраниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекий, Иосия, Иаиле, Агей, Сапония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отреки, пророк Михей, Авраам, Исаакий, Иаков, да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не застав нас неготовыми. Но чтобы вышли навстречу Тебе, как жениху души нашей, со светильниками, полными или сосудами, добрых дел, соделанных Духе Святом с любовью, Аллилуйя, молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, и все небесные силы престолу Божию и предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, да даст Господь нам жажду и следует священное писание. Ибо через них мы думаем и жизнь вечную, они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы. Игнатий Богоносец, Поликам, Смирский, Устин, Философ, Космай и Дамиан, Андрей Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий, Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас, дабы никто не принял начертания антихриста, Анфиму, Вениамину дай веру, и устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоосов, Афанасий Великий, Ефрем Серин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний Феодосий, Корнилий, Ио, Почаевский, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, все переводчики священного писания. Молите Бога о нас. Молите Бога о нас. Исправь непокоревость Галины, семейства Евгений, Надежды, Надежда, Надежда, Светлана, Мария, Раиса, Марина, Юлия, Елена, Людмила, Галины, Галины, Иоанна, И нас помилуй. Милости Твоей Раде, Господи, помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Господи, всю жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить таланты, дарованные Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. Митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина. Ты знаешь, Господи, всех и нужду каждого. Священный Леонид Акима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Липия, Андрея, Диаконах, Евгений, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Сергия, Патриарха Кирилла, Венедикта, Вениамина, Папа, Деодора и всех православных христиан. И всем даруй духовное рождение свыше. И водительство Духом Твоим, святым, Аллилуйя. Смири власти и воинства их под крепкую руку Твою. Наведи страх Твой на них, дабы знали они, что над ними есть Ты, Царь, Царствующий, Господь, Господствующий, дабы издавали мудрые законы и не преследовали за христианскую жизнь под властных им. Владимира, Дмитрия, Барака, Александра, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это доброе мирное время. Приготовь эту землю к великим и страшным испытаниям грядущим на вселении за убийство, ложь, обман и предательство. Ты долго терпишь, милосердный Создатель. Помилуй, пощади нас и правителя от покушения на них избавь. Посети болящих, укрепи их и даруй здравия Сергея, Алексея, Александру, Александру, Фаину, Акелину, Татьяну, Неанилу, Галину. И нас помилуй, милости Твоей, ради славы Тебе, Боже наш, славы Тебе, избави от пьянства этого страшного недуга Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира и путешествующих. Благослови, что Ты брата Никиту сохранил в пути. Слава Тебе за услышанные молитвы и помощь. Дабы наша жизнь здесь была по слову Твоему, во взаимном согласии и в любви Твоей. Будь милостив к нам. Защити нас от собственного Я, помоги отречься себя. С радостью нести крест Твой, который Ты даровал нам от Твоей руки полученный. И следуй за Тобой, исполняя святые заповеди. Благодарю Тебя за скорби и печали, за поношение от врагов. И в судный день не помяни их безумия, примири нас с ними. Будь милостив к нам, Владыка. Коснись сердца недругов и благослови благодетелей наших, Елену, Владимиру, Евгению, Евгению, Наталью. И сохрани наш, все дал Ты нам и сайт, и форум, дабы для многих послужить этим сокровищем. И сохрани у вас злодействующих, и трудящихся благослови. Ты их имена все знаешь. Аллилуйя. Услыши нашу молитву, Господи. И прими воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини молитву нашу с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедующих нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Прошу Тебя еще раз, Господи, даруй мир Израилю, Россию, Украине и Сирии, где война идет. И невинных детей, и убиваемых, пытаемых. Укрепи и прими в обители Твои вечные. Слава Тебе, Боже наш, хвала Тебе. Говори, Владыка, Ты, Господь и Бог наш. Иослушай и дослышит раб Твой. Аминь. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Здесь, видишь, затаренное пространство, потом приноси, располагайся и что-то там куда нельзя, к стенке поближе или где-то располагайся. А большие сумки там можно наверхом поднять, там на третий этаж. Все на этом. Слава Христу. Володю задержали мы сегодня, он тут снимал.